Всем привет! Сегодня у нас УШМ Makita GA5034 2017 года. Написано, что она вроде бы как не включается, хотя она включается. Я как бы тут и провод дергал, что только не делал. Работает все нормально, вилка правда тут уже заменена. Да, многие спросят для чего сделан такой выключатель. Это по новым стандартам европейским по технике безопасности. У них УШМ должна при выпадении из рук сразу же отключаться. Если у вас она выпала из рук, питание отключается. То есть ее нужно все время держать выключатель включен, когда работаешь. Это сделано только для этого. Ну так как она в принципе работает, но она уже старая, семнадцатый год. Давайте просто посмотрим, там скорее всего подшипники надо поменять, щетки. Как еще профиларку сделать? Ну вилку разберем еще посмотрим, может там правда как-то сейчас работает, завтра не будет работать. Но я на выключатель еще вреду поменял кнопочку, она чуть-чуть сломана. Скорее всего у меня такой не будет в наличии, надо будет посмотреть. Ну да, щетки там уже подходят к концу. Видите? Вторая такая же. Ротор что-то нагрелся, так тепленький. Да, подшипники тут уже все свое отработали. Но ротор перегревали. Статор холодный. Надо сказать, что он горячий, но такой тепленький. Ну и видно, что он терся. Также и там следы видны. А это значит, что подшипник надо менять. Причем все подшипники. И смазку. Да. Ну, я же говорил. Смазка тут уже все. Ну, подшипник вообще рассыпется скоро. Ну и этот тоже будем распрессовывать. Смазка. 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 Крепко затянута. Смазка. 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 Давайте вилку посмотрим, обычно Видишь, какие шедевры Подсоединяют ребята Сами, когда делают Видно сразу, что Не электрики Просто иногда не удаюсь Не очень удачная конструкция Винт не выкручивается И при этом не дает выйти Как-то его оттуда надо извлечь Чего сказать Ну, в принципе Более-менее правильно Единственное, что Залудить надо было Кончики Контакт нормальный С вилкой Как бы нормально все Короче, будем менять Вот они, четыре подшипника И щетки Конечно, по-хорошему тут И пару шестерной надо менять Износ такой Серьезный Ну, я думаю, она еще походит Добьет вот это Эти подшипники и щетки И тогда уже, в принципе, ее можно выбрасывать А может быть, повезет И Просто в следующий ремонт Заменить вот эти Шестерни просто Подшипник еще будет нормальным Снял верхний подшипник И здесь Теперь необходимо Чтобы распрессовать шестерни Снять вот это колечко стопорное Вот такое маленькое Чтобы большую шестерню Выпрессовать Необходимо Сделать с помощью пресса Потому что запрессована Она здесь очень сильно В Маките Официально есть вот такой девайс Правда Видите, его не поставить сюда Из-за вот это мешает В Маките есть она С вырезом Специально У меня такой штуки нету Поэтому я просто ставлю Вот распор Между двух деталей Вот так Поворачиваю И вот таким образом Одна и вторая часть И сверху давлю Давить вот сюда Ни в коем случае нельзя Если вы будете сюда давить Потом вот этот подшипничек Вы когда его запрессуете Он будет чувствоваться Что плохо крутится Потому что здесь металл у вас Развальцуется Короче Давить нужно Вот в эту часть По кругу Чтобы туда давить Ну Можно подобрать Развы У меня вот есть там От пилы дисковый Вал Либо вот есть Изношенный Видите вот здесь От винтоверта Короче Ударник Вот идеально подходит И Выпрессовываем Либо можно вот такую штуку использовать Вот он становится сюда Почти идеально То есть Большая часть Упирается Бывает такое Что при распрессовке Может и корпус лопнуть Но Редко Продолжение следует Ну А теперь Достаем Отсюда Подшипники Вот по 309 Вот этот Железный Вот этот Нормальный Да? Он и сам Нормальный И железный Это Да? Вот этот Вот этот Похоже Вот этот Вот этот Не будет лишним Почистить Бункера изнутри Вот видите Какая палочка Грязная Ацетона Ну и собираем Все в обратном порядке Шайба Подшипник Запрессовываем И стопорное Кольцо На место Ставим И сюда Отшипник И колечко И защиту Теперь Шпиндель Запрессовываем Напрессовали Люфт небольшой Все равно будет Потому что подшипники Они не идеальны Напрессовываем Шестерня Напрессовали Стопорное кольцо Это колечко Нужно Когда происходит удар При резком остановке Диска Шестерня Может Сместиться Со своего Посадочного места То есть Шпиндель Выпрессоваться Чтобы Оно не развалилось Все не отлетело Кольцо Это останавливает Да Еще один момент Не было Здесь Резинового Пина Поэтому Мы поставим Сюда Новый Садний подшипник Поменяли Берем шестерню Берем шестерню Вставляем ротор Не до конца Чтобы у нас было место под гайку Берем гайку Закрутили И затягиваем И затягиваем Затягиваем Видите Люфта почти нет Он конечно будет Потому что Резинка Но не такой Тут был Защиту статора Устанавливаем На место И закручиваем Все Теперь берем Щетки Новые 459 Устанавливаем На место Можно Попробовать Включить Вилку соберем Обратно Кстати Я сразу Не обратил Внимание Ротор Вручную То есть Одевается Плюс Он Искрит Очень сильно Ротор Мы тоже Будем здесь Менять Потому что Он перегретый И он Сильный Искрит И подшипник Здесь одевается Вручную Он Короче Очень Сильно Греется Вот так Как новый Идет С новым Сразу С подшипником Поэтому Этот Мы Не ставим Вручную Субтитры сделал DimaTorzok Установили ротор Закручиваем Щеточки Пробуем включать Как мы видим, идеально работает Добавляем шпонку Добавляем смазки Забыл сюда подшипник Запрессовываем Зарисовываем 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 И закручиваем Зарисовываем 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 Продолжение следует... Продолжение следует...